Детям в резиновых сапогах будет за счастье измерить глубину этой лужи. Ну а взрослым все-таки хочется ездить по сухим дорогам и ходить по пешеходным дорожкам, где нет луж. Такая и лососная машина объемом 10 кубов полностью наполняется за 7-9 минут. Чтобы осушить заводское шоссе, где нет ливневой канализации, требуется не один рейс. У нас тут и справа как бы вода, и слева, ну где-то в течение рабочей смены, ну 6-7 часов. Вот они за смену делают 20 рейсов, 22. Как только выпадают осадки, тут же мы откачиваем круглосуточно. Подтопляемые места в Самаре есть в каждом районе. В дождливые дни коммунальщики без остановки откачивают воду с улиц без ливневой канализации. Горожане это уже заметили. Постоянно проблемы бывают. Ну вот вчера, я смотрю, хорошо откачивали воду, сегодня хорошо работают. С той стороны, там постоянно большущие лужи, то есть проезжаешь весь, получается, обрызганный, окатанный вот этими водами. А поскольку здесь нет ливневки, то хорошее дело делают. На улицах, где ливневая канализация есть, у коммунальщиков работы меньше. Главная задача – поддерживать чистоту дождеприемных колодцев. Днем за ливневками следят 15 аварийных бригад, а ночью – 10. Бригады курсируют по всему городу, очищают сливы от снега и промывают ливневку специальными насадками. У нас аварийных заявок практически нет. То есть ситуация по городу на сегодняшний день стабильна. Конечно, этому предшествовала большая работа предприятия. Мы промыли порядка 54 километров сетей, было отремонтировано порядка 500 колодцев. У коммунальных служб не так много времени. Морозы синоптики обещают уже на следующей неделе. А значит, нужно успеть сделать как можно больше, чтобы город не превратился в большую ледовую арену. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События.